Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Сердечное признание в любви к профессии». А сейчас обо всем подробнее. Заседание регионального совета безопасности провел сегодня губернатор купания Александр Ткачев. Главной темой обсуждения стала профилактика уличной преступности. На видеосвязь вышли все муниципалитеты. Анапа также приняла участие в работе краевого совбеза. Глава региона акцентировал внимание на курортных территориях. На рост уличной преступности влияют объективные причины. Кратное вывеличение населения в летний период. Но это говорит лишь о том, что на местах должны быть предприняты исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка. Я предлагаю возродить паспорт безопасности для всех наших курортных учреждений. Однозначно. Чтобы в паспорте безопасности они нам доложили о мероприятиях, которые будут проводить. Глава Анапы Сергей Сергеев в рамках поставленных губернатором задач дал ряд поручений городским службам. По подготовке к сезону особое внимание предприятиям санаторно-курортного комплекса. Для людей, для населения самое главное сегодня безопасность. Собственная и своих близких. Мы ее должны обеспечить. Это не лозунг. Мы будем ради этого работать. Что касается частных гостиниц и гостевых домов, то каждый собственник должен позаботиться о безопасности своих гостей. Установка видеонаблюдений – залог успеха в этом вопросе. Это действенная профилактика правонарушений. Более того, сегодня надо говорить о том, что видеокамерами должны быть оснащены буквально все дворы многоквартирных домов. Проработать механизм работы с застройщиками и еще одно поручение главы. Вопросы обеспечения безопасности в приоритете при подготовке к сезону. Международную эстафету Победы встречали сегодня в Анапе. Она посвящена празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники стартовали еще 2 февраля из двух городов одновременно – из Мурманска и Бреста. Подробности в сюжете Ренаты Кадыровой. На Совете глав пограничных ведомств единогласно было принято решение проведения пятой по счету в новейшей истории эстафеты. Она пройдет вдоль государственных границ 9 стран-участников СНГ, преодолев в общей сложности свыше 60 тысяч километров. Сегодня кубанские пограничники приняли специальный кубок в Анапе. Для нас прибытие сюда на Кавказ – это знаковое мероприятие, знаковое событие, потому что Кавказ для пограничной службы – это значит очень много и это очень актуально. Эстафета здесь пройдет по городам, по побережью Черного моря. Мероприятие по случаю прибытия эстафеты Победы, торжественный концерт с участием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, фотовыставка и демонстрация вооружения пройдут 5 марта. Пока там где-то в верхах что-то решается, мы просто проводим эстафету, мы встречаемся, мы разговариваем, мы общаемся, мы видим людей, которые тебя понимают, говорим на одном языке. Мы рады и, наверное, ну я рискнул, конечно, лихо, но на Кубане это можно сказать, что мы, наверное, и что-то определяем в какой-то степени, потому что мы хотим, чтобы мы были вместе, мы хотим, чтобы мы были в мире, мы хотим, чтобы вот эта кубанская красота полей и красота этого края, она вот была перенесена и в другие регионы, и чтобы те регионы поделились этой красотой, и знали друг друга, и общались друг с другом, и жили в добром, хорошем здравии и общении. Эстафета Победы давно вышла за рамки пограничной и приобрела всероссийскую значимость. 28 мая, в День пограничника, она финиширует в Москве на Поклонной горе. Порядок и чистота в городе не роскошь, а необходимость. Рейдовая группа проверила санитарное состояние городских улиц, территорий, прилегающих к магазинам и пунктам общественного питания. Окурки, пустые бутылки, перекатывающийся ветром мусор. Через верх переполнены урны. Выход к морю по улице Калинина – убогое и печальное зрелище. Неряшливое отношение к городу не останется без внимания. Специалисты Управления муниципального контроля, Управления торговли и Роспотребнадзора составили протокол о нарушениях. Нам не установлен факт переполнения полностью урн. Урны не убирались, похоже, что месяца два грязь немыслимая. Урны находятся в самом грязном состоянии, никто не моет, никто не обрабатывает. Что очень негативно сказывается на впечатлении о нашем городе. На сегодняшний день сейчас, безусловно, будет составлен протокол на санаторий «Маяк» за нарушение санитарных правил и норм. Потому что прилегающая территория должна находиться в идеально чистом состоянии. Тем более, что он находится в курортной зоне города. В ходе мониторинга городских улиц выявили не только мусор. Нарушения сегодня обнаружены. Это продажа цветов на муниципальной земле, на тротуаре, на прохожей части, где определена зона для прохождения. Выставлен товар, развешаны вещи. То есть сотрудниками управления торговли ежедневно ведется работа с нарушителями. Составляются административные протоколы на устранение этих замечаний. Цветы с проезжей части нарушители убрали. Помимо улиц, рейдовая группа проверила пункты общественного питания. Уже легендой стала кафе «Эйфория». Рейдовые группы посещают заведения неоднократно. И всегда масса нарушений. Были проведены совещания с руководителями предприятий общественного питания, что демонтируются зонты, столы, заключается договор на вывоз мусора. Что, тем не менее, предприниматель, руководитель КОКО не осуществляет. Площадка находится в антисанитарном состоянии. В углу расположен мусор. То есть договор на вывоз мусора не представлен. Составили протоколы об административно-правовых нарушениях. Нарушители заплатят штраф. Мужчины на 8 марта часто берут на себя заботы по дому, готовят вкусный завтрак, ходят на рынок. По традиции на анапском привозе их ждут призы за активное поэтическое творчество. Вернуться домой с корзиной бесплатных продуктов может любой желающий. Можно будет выиграть призы к праздничному столу от анапских сельхозпроизводителей. Лотерейные билеты 8 марта с 10 утра будут раздавать волонтеры. Сам розыгрыш состоится в 10.30. Управление сельского хозяйства администрации города-курорта Анапа объявляет также поэтический конкурс. Я поздравляю, дам прекрасных. Надо сочинить оригинальное поздравление в стихах. В результате отбора конкурса три самых лучших стихотворных поздравления будут принимать участие в розыгрыше главного приза – продуктовая корзина производителей. Финал конкурса будет проходить на ярмарке «Привоз» 8 марта в 11.30 после розыгрыша бесплатной сельскохозяйственной лотереи. Победители выберут гости ярмарки открытым голосованием. Сочиняйте, поздравляйте и выигрывайте. Поздравление принимается по телефону 32074 или 20774 и по электронному адресу, указанному на экране. Получить прибыль и снять с себя всю ответственность – такой подход к делу отличает недобросовестных застройщиков. Сначала возводят дом без разрешительной документации, затем через суд узаканивают право собственности и, наконец, продают квартиры. А в этих квартирах нет ни газа, ни воды, ни света. Это очередной самострой – пятиэтажка на Анапском шоссе. На месте этой многоэтажки по документам должен быть автосалон. Но, видимо, во время строительства аппетиты у коммерсанта выросли. Сначала появился первый этаж, затем второй – здание постепенно стало расти – многоквартирный жилой дом. Конечно, у владельца возникли проблемы с оформлением разрешительной документации. Администрация подала исковое заявление в суд о сносе объекта. Собственник пошел проторенной тропой, признал право собственности по суду и достроил объект. На Анапском шоссе 81 возведено пятиэтажное здание. Неизвестно, по каким нормам и с какими коммуникациями. Как бы просто взять и строить. Может ли кто-то место строить, может ли кто-то. Это получается не по проекту. Ресурсоснабжающие предприятия города могут отключить воду, свет и газ самостроя. На защиту жильцов застройщик не встанет. Как это часто бывает, недобросовестные коммерсанты, получив деньги из-за квартиры, уходят в тень. Новоселы остаются со своими бедами один на один. Покупать жилье в самовольно построенных домах значит сознательно отказываться от комфортной жизни. Без судебных разбирательств и походов по различным инстанциям. Прежде чем покупать жилье будущим собственникам жилых квадратов, необходимо ознакомиться с перечнем выданных разрешений на строительство. Он есть на официальном сайте администрации. Если дома в нем нет, значит он незаконный. На сайте также опубликован черный список самостроев. И к другим темам. С детства лучшими чувствами и сказочными событиями наш мир наполняет литература. Во всем мире сегодня отмечают День писателей. День тех, кто своим воображением рисует для нас волшебные миры, создает приключения и незабываемых персонажей. Ольга Хомич живет литературой. Поэзия и проза бродят в крови. Сюжеты своих будущих произведений Ольга видит повсюду. Каждый прохожий – это целая история. Главный редактор журнала «Парус» Ольга также возглавляет литературно-художественное объединение «Авангард». Учит молодые таланты терпению, любви и внимательному отношению друг к другу. Сколько себя помнит, сочиняла легенды. Родилась в День поэзии 21 марта. В детстве, приезжая в Анапу к бабушке из Северодвинска на каникулы, фантазировала про море и русалок. Школа ушла с таким наслаждением, потому что очень хотелось написать то, что я придумывала. Все начиналось банально будет с Лермонтова. То есть первое знакомство именно с классиком. Когда в школе стали изучать Лермонтова, я так окрылилась, проштудировала всю его биографию. Так захотелось писать. Потом, конечно, уже пришли другие. Но мой кумир – это неприходящий, у меня книжка всё время стоит. Это Анна Ахматова. Своих собственных книг у Ольги Хомич немало. Первый сборник самоздат назывался «Услышанная музыка душ». Её творчество очень популярно в интернете. Тысячи просмотров. В литературном мире её также знают, как Журавлёву. Творческим псевдонимом стала фамилия отца. Ольга хорошо помнит свой первый гонорар за опубликованное в газете стихотворение. Я помню, что получила 12 рублей за эту публикацию. Мы жили просто в очень нищее и голодное время. Это было 90-е начало. Я пошла и купила французский сервиз. С мужем Ольга познакомилась 14 лет ещё в школе. 28 лет вместе. Неправда, что все писатели черпают вдохновение из грусти. Ольга – настоящий позитив. Но каждое произведение у неё проходит проверку на душевность. Если я не заплакала во время произведения, если не текут у меня слёзы, не удалось это произведение точно, и читающий пропустит мимо ушей, мимо глаз, мимо души. И поэтому все её строчки от души. Я быть молодой очень долго хотела. И чтоб не болела моя голова. Но время – мудрейшая мера для тела. Чем больше седин, тем мудрее слова. Соревнования под названием «У войны не женское лицо» прошли в рамках мероприятий, посвящённых 70-е годовщине Великой Победы. В спортивном комплексе розы крыш открытого кубка города-курорта Анапа по волейболу среди женских команд. В соревнованиях участвовали шесть команд. Волейбольные клубы из Краснодара, Геленджика, Крымской и Анапы. Также принять участие в турнире приехали крымские спортсменки из Евпатории. Привезли сюда две команды. Одна взрослая команда Киркенетиды, и вторая – это молодёжный состав и Киркенетиды, и сборной Крыма. Уровень команд достаточно серьёзный для взрослой команды, для детской команды, для молодёжной мы ставим задачу набираться опыта. После серьёзной спортивной борьбы определились призёры соревнований. Победителем открытого кубка города-курорта по волейболу стала женская команда Виктория из Краснодара. Второе место у крымчан Киркенетиды и бронза у анапской команды Анапчанка. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте! В студии Наталья Змезгова в эфире прогноз погоды. Дождливое утро среды 4 марта не должно вас расстраивать. Синоптики обещают, что на этой неделе среда – последний хмурый день. Уже совсем скоро солнце высушит лужи. А пока придётся захватить с собой зонты. Температура воздуха днём до плюс 7 градусов. Ветер сменится на западный и усилится. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике Тризе. Берегите себя и близких. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем всё о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в Анапском подразделении Тризе. По телефону 30 310 Крымская 242. Тризе. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнёр программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова